Всем привет, друзья! Это Рфинат Саунд. Бесплатные плагины. Звучит довольно-таки привлекательно, однако, если судить по жизненному опыту, ничего бесплатного хорошим не бывает. Ну, практически. Везде обязательно есть какая-то подоплёка. Подоплёка, какое глупое слово. А уж что касается инструментов типа плагинов, эффектов или библиотек для контакта, то обычно, конечно, ничего хорошего от бесплатного ожидать не приходится. Однако, я решил углубиться в этот вопрос и нарыл в интернете довольно большое количество бесплатных плагинов, которые удивили меня своим звуком. А самое интересное то, что они периодически появляются новые, ну и, соответственно, у меня будет контент. Короче, я тут решил, буду раз в неделю, может быть, чуть реже, делать обзоры на новые бесплатные плагины, которые появляются в интернете. Потому что платные, конечно, не каждый может себе позволить, чёрт возьми, они стоят по 500 долларов. А вот найти что-нибудь бесплатное и хорошо звучащее, то это интересно. Начнём мы сегодня с трёх плагинов, точнее, один из них — это библиотека с несколькими звуками, которая тоже полностью бесплатная и очень хорошо звучит. Ну а в конце попробуем из этих инструментов написать какой-нибудь трек. Итак, пройдёмте! Первое, на что я хотел бы сегодня обратить внимание, это продукты, которые делает Speedfire Audio. Если мы заходим на их сайт, то мы увидим вкладочку Labs. Если мы нажмём на неё, то перейдём на эту страничку, в которой как раз и содержатся все эти бесплатные, в том числе, библиотеки. Сразу скажу, что просто так, как, конечно, не получится скачать, сначала надо зарегистрироваться и скачать программку, через которую вот эта вот вся загрузка происходит. Я терпеть это не могу, честно сказать, но оно того стоит, на самом деле. Вот так выглядит эта программка, через неё как раз можно и посмотреть, всё, что у них здесь бесплатно, что платно. Короче, из всего этого, что я решил прежде всего скачать? Конечно же, это Drums барабаны. Меня, честно говоря, они удивили, потому что от бесплатных барабанов я такого звука точно не ожидал. Так же, как и от Electric Piano, который я тоже скачал, и так же, как Soft Piano, который меня так же порадовало, честно говоря, я долго искал. Я знаю, что многие ищут подобный звук. Вот, пожалуйста, можете пользоваться. Это не реклама, если что, никто мне, к сожалению, не платил за это всё. Кроме вот этих всех инструментов, здесь очень много библиотек, я их не стал пока трогать никак. Может быть, в следующих видео мы их посмотрим. Но, тем не менее, они здесь есть, и, возможно, вам что-то из этого понравится. Послушать, как они звучат, можно просто у них на сайте, а так берёшь, скачиваешь и всё. Сам плагин выглядит вот так. Здесь есть возможность как раз переключаться между скачанными библиотеками. Два раза просто нажимаете на вот это вот всё, и оно переключает. Как это звучит? Сейчас будет Soft Piano. Сразу скажу, что здесь не так много настроек, и на каждый инструмент приходится только одна, грубо говоря, настройка. Во-первых, это общая громкость. Во-вторых, это громкость нажатия. Как это работает? Если я сейчас могу громкость нажатия регулировать рукой, то здесь есть специальный регулировщик. Поднимаем его выше и... Но самому у меня уже не получается тише регулировать как раз нажатие. То есть оно всегда на таком уровне. И второе, это просто реверберация. Следующее, значит, электрик пиано у нас. Здесь есть два пресета. Это хорус и... И не хорус, короче. Здесь немножко побольше эффектов. Если мы нажимаем вот на этот вот значок, то появляется как раз выбор. Реверберация, тайтнес и вариейшн. Так я и не понял, за что отвечает тайтнес, но, наверное, зачем-то нужно. Ну и посмотрим барабаны, как они звучат. В общем, я думаю, если в ближайшее время дело будет касаться живых барабанов, то я буду использовать именно эти, потому что вот нравится мне. Переходим дальше, и следующий плагин называется Подольский. Если мы зайдем на сайт, который называется uterohe.com, то мы увидим, что здесь имеется тоже большое количество плагинов, многие из которых стоят довольно больших денег. Но если мы промотаем вниз, то мы увидим, что есть несколько плагинов, которые абсолютно бесплатны. И один из них, который называется Подольский, я и скачал. Вообще, мне уже приходилось работать с синтезаторами этой компании. У меня некоторое время был Diva. Это был очень крутой синтезатор, и остается им, собственно. Но потом у меня слетела винда, и я почему-то забыл про Diva. Мне надо было все переустанавливать, и у меня еще жесткий накрылся. Короче, это неважно. В общем, скачал я Подольский, и он меня тоже удивил, во-первых, количеством пресетов, которые здесь присутствуют. Если мы перейдем на вкладочку пресетов, то мы увидим, что здесь их довольно большое количество для бесплатного, черт возьми, плагина. Это просто, мне кажется, восхитительно. Ну, конечно, мы не будем слушать все, но выберем что-то из этого. Здесь даже барабаны есть, черт возьми. Но барабаны, это, конечно, слишком сильно сказано, но бесплатно, бесплатно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прямо синтезатор из Яралаши, по-моему. Ну и последний плагин, который я скачал, это бас. И это, наверное, одно из самых слабых звеньев у нас в сегодняшнем выпуске получается. Хотя, с другой стороны, в общем-то, довольно неплохой синтезатор. Это Martinique Key Bass. Видите, он такой вот красивенький, он винтажненький, а звук у него вот такой вот. Ну, типа, он такой бас прям весь. Есть и настройки для тех, кто любит настройки, есть и пресеты для тех, кто любит пресеты. Можно пощелкать пресеты. Сейчас мы послушаем, как они звучат. Ну вот как-то так. По большому счету, ничего такого из ряда вон выходящего, но я захотел, чтобы в сегодняшнем выпуске был полный набор инструментов. То есть отдельно бас, барабаны, клавиши, синтезаторы. И у нас это все, получается, есть. То есть, соответственно, теоретически можно бесплатно написать какой-то трек. В следующих выпусках мы поищем еще и найдем обязательно гитары. Я уже видел. Ну и остальные все инструменты, естественно. Но это должен быть полный набор, чтобы все было бесплатно и не было стандартными плагинами. Возможно, кстати, если захотите, то к этому прибавятся и эффекты, потому что эффекты бесплатные тоже есть и тоже неплохие. Ну и раз уж я сказал, что на этих инструментах можно написать трек, значит мы сделаем это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всем пока!